всем практически через четыре дня весеннего настроения желаю солнышко печет 0 градусов по факту сейчас начнет считать он уже снег черный стал это предвестник того что скоро все это на фиг все эти сугробы которые у нас никогда не вывозят почему-то в этом году совсем уже того что они скоро растают в общем поехали вчера мы с люхой на адрес поехали на адрес меняется фурнитур как всегда меняем уплотнитель из этого практически то есть фурнитура уплотнитель уплотнитель может быть без фурнитуры но уплотнитель всегда есть начинаем его устанавливать уплотнитель естественно шлейгель вон он у меня внизу лежит что-то слушаю люха матерится у меня но он и так поделиться но тут особо интересно что такое он говорит да посмотри что это такое это вообще невозможно вытыкать сейчас небольшую вставочку сделаю как это было у нас на объекте какая-то странная бухта шлейгеля у нас попалась тут отсутствует отсутствует много за место неё такая складка я в шоке и туда не пас нечего вставлять вот что это такое короче ну как бы пытаемся ставить вот так как отсутствует замочек он не вставляется короче блин какой-то бракованный реально у нас что это вот это за тряпочку короче за место вот тут нога есть вот уже есть нога да здесь вот нету вот там сейчас куда вот это девать следующий момент это уже отрезали здесь вот пустота но здесь еще не такая большая пустота тут тоже кстати с ногой проблема вот тоже отрезали нет ноги нечего совать вот как это выглядит в разрезе форма непонятная следующий момент вот такого и вот есть то есть тут уже наоборот идет нога есть притворочная ваш нового нету пустота вот попался у нас первый кусок пустота короче он тыкает и не чувствует нет ничего пустота мы раз кусок отрезали раз кусок отрезали следующий тыкаем тыкаем два метра протыкали хоп опять пустота еще раз кусок отрезали следующий раз тыкаем тыкаем ножки нет за место ножки просто там какая-то скукоженная штука блин что такое ё-моё я думаю блин а что делать-то целую бухту новая в общем скинул нашему поставщику видео фото сходили мы поставили взяли раут сел уплотнитель и начали им работать потому что работать надо а смысл время тратить без этих кусочков его надо менять вот и собственно чем я сейчас я и буду заниматься в ответ мне наш поставщик скинул претензионный акт где там надо указать номер накладной артикул объем брака что описать что именно с ним вот все это мы сделали отправили и сейчас я еду это именно задавать не знаю дадут ли они там не поснимать или нет может дадут а чё такого они же не отказываются вернут мне другой дадут значит не знаю как ты еще ни разу такого не было то что мне пришлось уплотнитель сдавать верху надо посчитать сколько там по факту сколько-то мы уже отрезали видео сколько выкинули не знаю ни разу с этим не сталкивался давайте давайте узнаем как это делается в общем серия называется как вернуть бракованный шлейтель погнали смотреть я уже практически подбежали какие-то флаги повесили выборы у нас ведь у нас выборы одного мужичка мужичка будем выбирать ладно посмотрим что у нас будет там поставщика в офисе пока еду заехал сейчас забрал нажимную ручку нажимной гарнитур заехал подобрал петли в тбм были но это другая история и сейчас уже подъезжаю к нашему поставщику шлегеля посмотрим что нам сейчас там скажет так переезд здесь раздолбанный вон хоть парковка есть ман прокон бас в общем они отправят сейчас на склад на складе напишут свою претензию отправить их поставщику импортер он там будет на согласовании это все смотреть и потом уже через год они нам смогут это компенсировать я думал конечно все быстрее проходит но учитывая специфику нифига не быстрее а что делать куда нам такое нужно сейчас я еще покажу кое-что ну вот он ножка там немножко там просто какая-то тряпочка вот это то есть вставлять не не а что вот не а что вставлять и вся бухта каких-то желтых как следах клея вот какие тут сопли раньше таких соплей не видел вот если я так посмотреть в общем здесь вот тоже самое вот этот брак дойдет нет ножки плоская на как будто я сплющил не вот такая объемная да как она должна быть тона какая-то здесь она вообще как не полноценная ну конец какой-то замахристый вот еще пустоты вот такие сейчас пустоты еще пока покажу где-то вот короче кусок тоже здесь вот пустота нету ничего наполнения воздух вот здесь воздух вообще ничего нет офигеть просто вот видите какая ножка ужасно она тесто она держаться не будет а просто вылить вот пустоту нашел то есть объем весь не заполнен совершенно дырка какая ну куда это годится и это ты увидишь только когда тут-то не видно на нем не видно ну что ложку можно еще увидеть а вот эту пустоту ты не увидишь а потому что внутри ты когда тыкаешь и ты уже можешь ощутить да мы как узнали то что мы ощутили это на ощупь так едем на склад все я уже замучился вот у нас претензия значит кулон шли гельзос 96 46 для пасека бы е 250 метров совка не наружена пустоты уплотнитель нет ножки который вставляется в класс вот такой вот заменить товар просим все подпись расшифровка ну что будем ждать так ну что знал я что-то никого не компрометировать там снимать не стал в общем что они говорят они отправляют в свой головной офис в другой город такой приморский приморский город северный приморский город вот они уже отправляют просто производителю и производитель должен либо подтвердить либо дать компенсацию денежную либо заменить на новый товар нам надо заменить нам зачем компенсации да мы с ней пойдем на ушли не нужен вот ну собственно все сдали будем ждать результата ну конечно такого свинства я еще подшлить или не видимо ни разу был конечно касси у вас попадались до косички там либо заломанный он как-то где-то он там заломался возможно уже на бухту как-то намотался не так но такого первый раз сколько мы там больше десяти лет над сошли делим работать такой конечно это раз но как говорится исключение подтверждает правило то что качество все таки не знаю чё сказать про качество хотел сказать не от шлиги ли мы не отказываемся мы бы дать сейчас новое это как новый счет муж партии такая не знаю блин вот только стремно будет если мы сейчас новый шлиги купим и он будет такой же ничего мы постоянно будем отправлять покупать и отправлять производителя или на сразу проверять вот вывод у меня надо раз проверять пощупал приблизительно если вот такие складки имеются не надо все на этом у меня все следующее видео у нас установка установка будет ручки нажимной раздельный вот такие люблю ставить а целиковые с накладкой на цилиндры не люблю все всем пока